Мы сегодня впервые вручаем премию правительства Омской области для обращения молодых деятелей науки. Конечно же, правительство Омской области, лично губернатор, уделяет огромное внимание и один из приоритетных направлений работы, конечно же, это поддержка талантливой молодежи. В ноябре минувшего года правительство Омской области подписало распоряжение о присуждении молодежной премии в различных областях науки за минувший год. В конкурсе участвовало более 70 научных работ. По условиям возраст участников ограничен 35 годами. Экспертный совет, в который вошли маститые омские ученые и производственные специалисты, отобрал три лучших проекта. Один из них принадлежит Виктории Кузнецовой. Несмотря на молодость, она уже доктор технических наук, профессор и декан одного из факультетов Сибирской государственной автомобильно-дорожной академии. Виктория разработала специальную методику технического обслуживания землеройных машин, которая позволяет понизить износ их рабочих деталей. Коэффициент полезного действия разработки – уменьшение износа в 2-3 раза. Эта методика в наши дни работает целиком и полностью на производственных, эксплуатационных предприятиях, в том числе и на предприятиях Севера и нашего региона. Дело в том, что освоение новых месторождений, строительство новых дорог, использование машин в промышленном, гражданском, дорожном строительстве обусловливает необходимость применения таких методик для оптимизации рабочих органов землеройных машин. Экспертный совет высоко оценил и проект младшего научного сотрудника лаборатории каталитических превращений углеводородов Сибирского отделения РАН Евгения Булучевского. Молодой ученый предлагает проект высокоэффективной очистки нефтепродуктов от примесей. Чем отличается наша разработка от всех остальных? Тем, что она способна осуществлять осушку сред высоко реакционно способных, таких как, в первую очередь, мономеры. Это может пригодиться для производства пластмасса. Проект Евгения Булучевского сейчас успешно проходит промышленную апробацию. Внедряется в производство на Омском заводе СК и на нескольких предприятиях Башкортостана. Третий лауреат премии – представитель Омской медицинской академии Сергей Мозговой. Он кандидат медицинских наук, доцент кафедры патологической анатомии. Сергей представил работу на тему «Новая методика прогноза риска развития рака желудка кишечного типа». В целом, говоря об работе, проведенной коллективом нашей кафедры, это всего лишь часть большого общего проекта, называемого как «Молекулярно-генетический прогноз и патоморфологический мониторинг риска развития рака желудка», которое получило утверждение на федеральном уровне. Лауреаты конкурса молодых ученых получили за свои разработки от правительства Омской области памятные сувениры и денежные премии в размере 50 тысяч рублей. Сергей Шелпаков выразил надежду, что внимание власти к разработкам молодых ученых послужит стимулом к их творческой активности. Министр также пообещал, что в следующем году премий станет большим и в финале конкурса будет большее количество лауреатов. То, что эти конкурсы проводятся, это просто замечательно. Я думаю, все из нас, ставшие победителями или участвовавшие в этом конкурсе, они доказали и показали, что действительно молодость и наука – это понятие совместимое. Вот я хотела бы сказать, что, по-моему, Ахматова сказала, что успех от слова «успеть». То есть, действительно, мы успели очень многого. И хотелось бы поблагодарить и администрацию нашего региона, и правительства Омской области, и губернатора за то, что, действительно, нашей науке, нашей молодости уделяется в нашем регионе особое внимание. Спасибо.